АРКТИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ Ну а все подробности мы узнаем сейчас у организатора площадки, руководителя единого волонтерского центра Мурманской области, Евгений Чебис. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Как мы знаем, у Мурманской области есть огромный опыт в области вовлечения женщин в активную жизнь региона. Каким опытом, какими проектами вы поделились в рамках работы Арктической гостиной и как все прошло? Ну, я хочу в первую очередь сказать, конечно, выразить слова благодарности организаторам Евразийского женского форума за то, что он дает нам такие возможности. Когда мы проводили Арктическую гостиную, для нас выпала честь открывать Евразийский женский форум и задавать вот эту сложную мужскую территорию Арктик, представлять с женской позиции. Арктика, стереотип об Арктике какой, что это очень мужской регион, очень промышленный регион, и это правда, он промышленный, он развивающийся, он имеет огромное финансово-экономическое значение в экономической политике нашей страны. Но в то же время природа Арктики, она очень хрупкая, она очень нежная и нуждается как раз, возможно, в таком женском внимании. Потому что именно женщины обладают такими качествами, как бережливость, как экологичность, причем экологичность не только в сфере экологии, как мы ее принято, а как в сфере построения жизни. Это как бережное, креативное такое внимание к деталям, потому что Арктика, она еще очень красивая, это огромная тундра бескрайняя, это красивые прозрачные озера, это огромная акватория морей. И природа, она тоже задает такое немножечко женское настроение, когда те люди, которые приезжают к нам в Мурманскую область, А мы представляли Арктику с позиции Мурманской области, как самую близкую, потому что это всего два с половиной часа лета, и вы можете окунуться и почувствовать самую ближайшую Арктику. Кто принял участие в работе вашей площадки, как была выстроена работа, и расскажите о проектах, которые были представлены. Мы представляли Арктику вместе с министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Олеговичем Чекунковым. У нас в гостях был губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис и Андрей Владимирович Яцкин, первый зампредседатель Натильна Ивановна Матвиенко, тоже был на нашей площадке. Такие прекрасные мужчины, и они как бы выстроили полностью повестку нашей гостиной, потому что женщины, которые представляли именно промышленный сектор, мы постарались пригласить ярких представительниц наших крупнейших корпораций, это Татьяна Анатольевна Терентьева, это компания Росатом, это Светлана Николаевна Афанасьева, это Ирина Гайда, которая представляет компанию Новотек. И все вместе, вот женщины, которые понимают как раз, как кадрово заманить условно, как кадрово выстроить политику женскую в промышленном секторе, в добывающей промышленности, в атомном ледокольном флоте, как правильно помочь женщине реализоваться себя в арктической зоне, потому что сегодня в Арктике идет борьба за человека, за каждую кадровую единицу, и здесь как раз ключевым, наверное, моментом, ключевым решением при приезде в арктическую зону у людей становится именно женская такая инициатива, потому что в Арктике очень много различных преференций государства, у нас 2% ипотека. Где такая еще в стране? Это только еще Дальний Восток. У нас очень много преференций для молодых семей, и мы считаем, что как раз женская инициатива, она сможет стать ключевой для молодых семей, которые принимают решения, возможно, о переезде, либо о каком-то карьерном скачке, который они хотят сделать. И крупные корпорации, которые у нас находятся на территории, а у нас 6 крупнейших корпораций именно только в Бурманской области, а вообще в арктической зоне РФ практически все крупнейшие добывающие корпорации у нас присутствуют, то, конечно же, они все нуждаются в молодых кадрах, в людях, идет борьба за людей. И это, на самом деле, проблема не только России, это проблема мировой Арктики. То есть другим странам, представительницам других стран ваш опыт был интересен? У нас был посол Кубы. Нам было очень приятно, что наша повестка арктическая стала интересна такой достаточно неарктической стране. Но мы же понимаем, что арктическая зона – это огромный ресурсный потенциал, и интересы свои проявляют не только страны, которые присутствуют в арктической зоне. И Индия, и Китай постоянно говорят об своем интересе, об участии в различных проектах, инвестиционных в том числе, в арктической зоне. Поэтому, конечно, присутствие мирового сообщества на Евразийском женском форуме, оно дает еще большее распространение проектов. Вторым вопросом, который мы поднимали, это мы поднимали вопрос здоровья. И сейчас инициатива правительства Мурманской области – это продвижение такого арктического стандарта медицины. Потому что сложные климатические условия, они, конечно, тоже откладывают отпечаток на жителей. И вопрос здоровья, он тоже может стать ключевым фактором при вопросе переезда. Мы рассчитываем на то, что эта инициатива будет принята и будет продвинута дальше на других, возможно, экономических площадках. И много федеральных экспертов в сфере здоровья тоже поддержали нашу инициативу и говорят о том, что вопрос принятия подобного медицинского стандарта будет важен. И третий момент, конечно, мы представляли Арктику не только как промышленную и как развивающийся, самый важный экономический регион сейчас в нашей стране. Мы представляли Арктику с женской точки зрения, креативную, красивую. Мы пригласили нашего дизайнера, который сейчас популярен на мировом уровне. Девочка, обычная девочка из Мурманской области, которая смогла добиться и продвинуть свое имя на мировых площадках. Это дизайнер бренда Гапанович. Мы смогли поставить красивые демонстрационные платья. И, конечно, то, зачем едут в Мурманскую область, то, зачем едут в Арктику, это Арктика вкусная. Это специфика северной кухни, новые блюда, которые внедряются сейчас, плюс огромное обилие морепродуктов свежайших. Это сейчас модно, это сейчас особенно популярно. И продвижение арктической кухни, мы видим ее, что оно есть вообще по всей стране. И становится все более и более захватывает уже и все более и более другие гастрономические карты нашей страны. Евгения, спасибо за то, что ответили на наши вопросы. Спасибо большое.